Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков компании Тикмил и с вами я, Артур Изятуй. После скромного роста рабочих мест в мае всего на 75 тысяч на рынке труда в США, инвесторы полагают, что рынок труда будет использовать неизрасходованный потенциал в июне, прибавив 160 тысяч рабочих мест. На последнем свидании глав Фрейс Джерми Павел намекнул, что Фрейс интересует трехмесячный тренд в данных, нежели чем значение за отдельные месяцы, и если консенсус 160 тысяч рабочих мест за июнь оправдается, то средний за три месяца рост будет даже чуть выше среднего за предыдущие три месяца. Кроме отскока в рабочих местах, также ожидается ускорение темпов роста заработной платы по сравнению с маем. Также внимание будет сосредоточено на метрике безработицы Ю-6, которая упала до цикличного минимума в мае, и уровне участия в рабочей силе, который поможет отследить изменения в числе демотивированных работников. В соответствии с увеличением акцента ФРС на входящих данных для определения курса денежно-кредитной политики, отчет о безработице может привести к двум сценариям июльского заседания ФРС. Это продление паузы в случае значительного укрепления рынка труда в июне, либо усиление спекуляций о сокращении ставки на 50 базовых пунктов, если прогнозы по отчету сегодняшнему не оправдаются. Если данные будут приблизительно соответствовать ожиданиям, особенно по темпам создания рабочих мест и росту зарплат, торговля будет происходить в рамках намеченного курса на сокращение ставки на 25 базовых пунктов. Год массаж ожидает рост рабочих мест на 175 тысяч в июне, что совпадает со средним темпом. За последние 6 месяцев также американский банк отбрасывает версию влияния плохой погоды, о природных явлениях, включая наводнения Мессипи, на создание рабочих мест. Считаю, что слабые данные за май стали комбинацией замедления спроса на рынке труда и ограничений в предложении. Последний фактор часто оказывал давление на майские цифры, особенно когда на рынке труда ощущался дефицит рабочие силы, которые присутствуют. И сейчас в таком случае приток студентов и выпускников должен на несколько месяцев обеспечить стабильные темпы найма, включая июнь. Если отчет покажет, что создание рабочих мест значительно прибыть в ожидании, это станет классическим примером плохой, хорошей новости для фондового рынка, рост которого основывается на ожидании агрессивного смягчения кредитных условий в РС, что может оказаться под вопросом в случае сильных данных. Если мы говорим об аргументах за сильный отчет, за сильный отчет по безработице сегодня, то по мнению американского банка Водмосакс, рынок труда еще не достиг состояния полной занятости. Именно нехватка работников, то есть нехватка предложения повлияла на темпы создания рабочих мест мая, негативно повлияла. В доказательство такой версии он приводит следующий график, на котором видно, что в годы экспансии, который также сопровождался сильным рынком труда. Замедление темпов создания рабочих мест в мае, оно сменялось на ускорение роста в июне. Это может отражать, во-первых, тенденцию наводнения рынка труда в первый месяц лета студентами и выпускниками, то есть предложение в данном случае подтягивается к спросу и обеспечивает повышенное создание рабочих мест, то есть вот этот оскок. И это также может отражать перенос планов по найму некоторыми фирмами на начало года, которые ожидают весенний дефицит в мае, получается что-то из-за разряда самоисполняющегося пророчества. То есть фирмы, ожидая весенний дефицит, они таким образом его еще больше усугубляют, они его усиливают. Из данных за предыдущие месяцы можно заметить, что некоторые секторы хорошо росли в начале года в плане создания рабочих мест, прежде чем замедлили рост. Например, если мы берем сектор образования и здравоохранения, то за январь и апрель, за январь по апрель средний темп создания рабочих мест составлял 58 тысяч, и при этом в мае он упал до 27 тысяч. Что касается сектора гостиничной индустрии и развлечений, то средний темп создания рабочих мест за период январь-апрель составлял 35 тысяч, в мае он упал также до 27 тысяч. Также ожидается, что сокращение рабочих мест в секторе государственного образования в мае на 14 тысяч будет компенсировано ростом в июне, что также внесет свой положительный вклад в сегодняшние данные, так как было замечено уже, что данный сектор создания рабочих мест и сокращения рабочих мест в данном секторе подчиняется тенденции. То есть при снижении в мае можно ожидать, что в июне это будет компенсировано некоторым ростом. Насильный отчет также намекает заявки на пособия по безработице за июнь, которые остаются на историческом минимуме, а также опросы фирм в сфере услуг, которые хоть и указали на небольшое охлаждение активности. Субкомпонент, субиндекс занятости указывает на готовность фирм поддерживать здоровые темпы найма. Среди доводов за слабый отчет можно отметить негативный сюрприз вчерашний от ADP, это частная гестра, которая также рассчитывает количество рабочих мест рассчитывает уровень безработицы, показатель создания рабочих мест не оправдал прогнозов, он составил всего лишь 102 тысячи, что меньше консенсуса на 38 тысяч. Также в негативные факторы, которые могут влиять на счет, можно включить ослабление индексов, производственных индексов активности, включая компоненты занятости, он снизился в США на минус 1,2 пункта до 53,6 пунктов, тем не менее оставаясь в зоне расширения. Естественно, также на рынок создания рабочих мест повлияет неопределенность, связанная с тарифами на мексиканские товары, что могло вынудить некоторые компании, которые имеют бизнес с Мексикой, закупают туда сырье или что-то продают, отложить планы по найму работников. На сегодня у меня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в понедельник.